В фойе 13-й школа оживлённо. Ученики волнительно сжимают в руках паспорта и чёрные ручки. Пройдя осмотр металлоискателем, ребята отправляются в актовый зал на предварительный инструктаж. Те, кто в финале своего школьного пути сделал выбор в пользу профильной математики, первыми в городе увидят новую технологию. Экзонимационные задания будут печататься в самом пункте сдачи ЕГЭ. Раньше эти все материалы привозились из Нижнего Новгорода в напечатанном виде. Всё было достаточно громоздко. Сейчас мы отрабатываем новую технологию, когда из Нижнего пришли только диски. Упаковки с дисками скрываются во всех пунктах сдачи ЕГЭ одновременно, сразу после единого сигнала о начале тренировочного испытания. Все процедуры проходят по чёткому регламенту. Контрольно-измерительные материалы запускаются в печать, после чего у школьников будет ровно 3 часа 55 минут на выполнение заданий. Материалы не только печатаются в аудитории, они ещё в день проведения экзамена в этом же пункте проведения экзамена и сканируются. А затем уже в электронном виде отправляются на проверку на федеральный портал. Учителям опробовать новую технологию, ученикам проверить свои силы и познакомиться с процедурой сдачи ЕГЭ. Организаторы отмечают, что эта форма колоссально экономит ресурсы – людские и материальные. Если раньше задания в бумажном виде привозились из Нижнего Новгорода в ночь перед экзаменом, сегодня такой необходимости нет. Все кимы записаны на информационном носителе. Для каждого участника свои индивидуальные бланки. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.